10 января для большинства жителей Саранска первый в новом году рабочий понедельник. Для коммунальных служб города очередной трудовой день, череда которых с 31 декабря еще не заканчивалась. Пока все отдыхали, дворники и техника работали круглосуточно. Водитель снегуборочного КамАЗа Сергей Паршин шесть раз в новогодние праздники выходил работать. Говорит, такими силами, что есть в арсенале коммунальных служб Саранска, убрать город быстро и качественно невозможно. Например, его машина разбрасывает реагенты. Объем бункер около пяти кубов. Этого хватает примерно на три километра дороги. В городе не больше 20 таких же машин. Мы не успеваем полностью, вот если забрать вот эту дорогу полностью, мы не забираем ее. А пока разворачиваемся, едем, ее опять раскидывают, нам приходится опять по одному и тому же месту ехать. В боевом противоснежном арсенале коммунальных служб Саранска почти 200 дворников и около 70 машин. Лаповый погрузчик «Золотые ручки» каждый каникулярный день отправлял на снежный полигон за спорткомплексом Мордовия по 100 машин. По правилам сначала от снега расчищали главные дороги, потом второстепенные. Ночной уборки, говорит водитель погрузчика, мешают припаркованные у дорожных обочин автомобили. Людей просят так не делать, многие не слушаются. Работаем с ГАИ, они нам помогают, просьба ко всем жителям, чтобы с пониманием к нам относились, к нашему труду, к нашей работе. В среднем за смену по 100 где-то единиц вывозим, ну это вот с 7 до 7, ну за сутки 200 машин. Та же самая проблема с машинами во дворах, рассказывает мастер 5-го дому управления. Водители не хотят переставлять свой транспорт у каждого свои причины. Они говорят, вот стоит моя машина, вот вокруг и убирайте. Наставили и забыли. Даже иногда не то, что механизировано, даже вручную невозможно убрать около этих машин. Так как машины дорогостоящие, дворники боятся. Чтобы тщательно очистить территорию возле одного многоквартирного дома, бригаде дворников и одному трактору нужно около 3-х часов работы. Домов на участке 5-го дому управления 39. Так что от последствий новогодних снегопадов здесь, да и в других районах города будут исправляться еще долго. А на подходе уже следующий циклон с обильными осадками. Людмила Кусерова, Евгений Фролкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова